Не уехать, не уйти. Каждое утро жители Новочебоксарска решают одну и ту же проблему. Как добраться до столицы республики? Почему это происходит и что нужно предпринять для решения этого важного вопроса, выясняла комиссия Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики. Остановка турист. На часах еще нет и 7 утра, а людей уже немало. Утренний час пик с 7 до 7.30 для жителей микрорайона Юракова явление давно привычное. Уехать в Чебоксары здесь можно на 101-м автобусе и двух маршрутках. 262-я и 331-я. Но это не спасает. К остановке транспорт приходит уже заполненный. Они уже беспокоятся о том, как бы их ГАИ не остановило. Допустим, если раньше могли 9-12-15 человек стоять, сейчас они 6-9. И не более того. Очень тяжело. Очень. Даже я сейчас хорошие каникулы. Когда обыкновенные дети пойдут в школу, я из дома выхожу. Где-то 15 минут 6-го. А приезжаю, 7 минут, сижу. То есть, насколько раньше уже приходится выходить из дома, чтобы доехать до города? Часа два. Схожая ситуация и на остановке Дом правосудия. Она находится на выезде из Новочебоксарска. Люди проявляют чудеса изобретательности, чтобы не опоздать на работу. Одно из ноу-хау – поехать на попутки. Легковушки, которые едут в Чебоксары, подбирают горожан недалеко от остановки. Кстати, плата за проезд такая же – 25 рублей. Есть и другие варианты. Правда, финансово затратная. Начиная от Ельниковской рощи, уже все из города и битком идет. Я сам езжу постоянно в Чебоксары и езжу до Иваново. В Иваново сажусь на маршрутку, туда спокойно еду. Вы считаете, 20 рублей до Иваново, 25 рублей до Чебоксар. Полста рублей отдай. Проще всего уехать с конечной, либо с магазина «Каблучок». Эта остановка есть у каждого маршрута. Но это не решает проблему в целом. Один из вариантов – поставить в рейс автобусы больше вместимости. Другой – увеличить количество рейсов в пиковое время. Мы, я думаю, со следующей недели найдем в Чувашии страны резервы. И на этот промежуток времени дополнительно автобусы перекинем. Свои предложения внес и представитель одного из перевозчиков Ново-Чебоксарска. В одном направлении должен быть один перевозчик. Пусть они объединяются в товарищество, пусть это будет в одних руках. Но это единственное правильное решение. Либо второй вариант – на одном маршруте должно быть несколько видов транспорта. То, что проблему наконец увидели и начали ее решать, уже хорошо. Но сразу ситуацию не исправить. Поэтому пока ново-чебоксарцам придется все же продолжить поиски подходящих для себя вариантов, как доехать до Чебоксар.